Юрий Федоров выйдет на прямую связь, уже военный эксперт Юрий Федоров с нами на прямой связи, Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. И вот, я надеюсь, я сейчас буду слышать нашего гостя, поскольку у меня что-то наушник сказал, но тем временем много вопросов приходят вам в нашем телеграм-канале и спрашивают о разном, но хотела бы начать с того, что Сенат Соединенных Штатов Америки заблокировал законопроект о помощи Украине и Израилю. Насколько мы понимаем, как на ваш взгляд, очень серьезный это сигнал для Украины или еще нет причин для переживаний, как вы думаете? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на другой вопрос. А в чем причина вот этого тупика? А причина заключается в том, что республиканцы и демократы не могут найти компромисс по вопросу, который не имеет ни малейшего отношения ни к Израилю, ни к Украине, ни к Тайваню, замечу. Потому что в этом пакете есть и помощь Тайваню. Это вопрос, точнее два вопроса. Первый об укреплении южной границы Соединенных Штатов, об ее обустройстве, дальнейшем обустройстве. И вопрос о миграционной политике, изменении миграционного законодательства. Этот вопрос действительно очень остро стоит для американского общества, потому что в Соединенных Штатах, по прошлогодним оценкам, более 11 миллионов людей работают нелегально. Работают, значит, количество нелегально проживающих, но должно быть существенно больше, хотя бы наполовину. Потому что там один работает в семье, сколько людей он содержит, это одному Богу известно. Значит, вот эта проблема нелегальной миграции, она очень острая. Люди не платят налогов, эта публика не имеет, она при этом претендует на определенные социальные программы, на социальную поддержку, прежде всего в области здравоохранения. Возникает вопрос, а что делать с детьми, которые должны учиться, значит, если люди проживают нелегально, значит, а как устроить ребенка в школу? Ну и масса других вопросов, кстати говоря, не говоря уже о том, что эта среда, она очень, так сказать, криминальна, ну или уязвима для криминалитета. Республиканцы говорят, надо решать вопрос радикально, значит, во-первых, закрыть полностью границу физически, построить то, что называется стена Трампа, ну, достроить, потому что часть построена. Вот, то есть построить стенку, как забор на протяжении примерно трех тысяч километров, так между нами говоря. И второе, да, нужно платить, соответственно, большую зарплату пограничникам, нужно платить зарплату людям, которые обеспечивают безопасность вот в приграничной полосе, ну и так далее и тому подобное. А кроме того, нужно изменить законодательство и нужно, в частности, ужесточить правила предоставления убежища тем, кто оказался на территории Соединенных Штатов. Это касается не только латиноамериканцев, которые массами проходят через мексиканскую границу, но и, скажем, вот граждан бывшего Советского Союза, которые туда отправляются в Мексику и переходят на территорию США без документов. А потом выходи с вещей по этой огромной территории, там, не так часто требуется, требуется, паспорт вообще не требуется, там, достаточно автомобильных прав, но их прав тоже нужно получить. В общем, это проблема. Республиканцы говорят, надо решать радикально, демократы очень этого не хотят, потому что, ну, потому что значительная часть электоральной поддержки, это те люди, как раз вот те самые мигранты из Латинской Америки, которые легализовались, ну, соответственно, если администрация Байдена пойдет на изменение законодательства, значит, она оттолкнет от себя вот этих людей. Эта ситуация, вот ее нужно просто понимать, почему это, это не имеет отношения к Украине, ну, никакого. Просто в преддверии выборов и республиканцы, и демократы вот шантажируют друг друга проблемы Украины. Ну, по-другому. И это выгодно, насколько мы понимаем, Владимиру Путину, вся эта история, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения к Украине, несмотря на то, что президент Байден, он все-таки говорит о том, что необходимо Украину поддерживать, но на этом фоне, судя по всему, он как раз теряет поддержку избирателя перед выборами в контексте того, что есть какие-то финансовые задачи, которые стоят непосредственно перед Америкой, Соединенными Штатами. Ну, эта ситуация, конечно, крайне неприятна для действующей администрации, слов нет. Но дело в том, что, понимаете, и те, и другие говорят о том, что да, Украину нужно поддерживать. Вот республиканцы ведь не отказываются от поддержки Украины, но за исключением там сравнительно небольшой части, ну, примерно четверти представителей в Конгрессе от республиканской партии, они, да, они считают, что вообще, ну, что такое Украина? Ну, Украина не имеет отношения к Соединенным Штатам. Нужно думать о Америке фэст, Америке в первую очередь, как говорил экс-президент Дональд Трамп. Но как все будет развиваться, я думаю, что найдут какой-то компромисс, потому что тут увязана ведь не только Украина, к этому привязана и поддержка Тайваня, а это для республиканцев очень важно, к этому привязана поддержка Израиля, которая важна и для республиканцев, и для демократов. Так что, в общем, жизнь заставит искать какой-то компромисс, но при этом компромисс будет, конечно, болезненным, более болезненным для администрации. Какие риски сейчас есть у Украины проиграть войну, о чем говорил Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины? Он как раз сказал, и вот Би-Би-Си его, в частности, цитирует, что без военной помощи Соединенных Штатов Украина рискует войну проиграть. Вы знаете, вот здесь, опять же, нужно разбираться в том, а что значит проиграть войну? Ну вот что это значит на практике, что российские войска войдут в Киев, российские войска займут Левобережную Украину или что? Вот что значит поражение Украины, победа России? В общем, у России нет сил для того, чтобы войти в Киев, даже в том случае, если помощь со стороны Соединенных Штатов в Украине будет замедленной. Ведь, видите, опять же, здесь есть такой момент в Украине, склонно драматизировать эту ситуацию просто потому, что нужны деньги. И не только на войну, нужны деньги на содержание всего госаппарата, на половину, я не помню сколько точно, там треть бюджета или половина бюджета. Те деньги, которые приходят извне. Значит, что касается, собственно, военных поставок, ну, ведь можно взять кредиты в тех же американских банках. Ведь проблема поставок заключается в том, что администрация не имеет права расходовать деньги на закупки вооружения. Ну, грубо говоря, на поставки вооружения. Но если у администрации нет денег, но деньги есть в банках, а почему не взять деньги, почему не взять, вот в качестве одного из вариантов, взять кредит в американских банках, они, в общем, деньги там есть. И оплатить эти поставки. Есть механизм ленд-лиза, который пока еще, ну, закон принят о ленд-лизе в свое время, но эта практика пока еще не была реализована. А ленд-лиз это, собственно говоря, это изменение процедуры выделения военной помощи. То есть президент Соединенных Штатов по закону о ленд-лизе имеет право, имеет право без согласия Конгресса кое-что делать. Особенно если у, ну, в данном случае у Украины есть деньги на то, чтобы оплатить. Деньги, которые получат у американских банков. И деньги, которые в конечном итоге пойдут на развитие американской военной промышленности. Потому что это все же заказы на то оружие, которое производят, производят, либо производят ВПК американские, либо, значит, будет производить для того, чтобы восполнить те складские запасы, которые израсходованы на, отправлены в Украину. Так что я бы не сказал, что здесь военная проблема самая важная. Потому как, ну, можно, можно найти пути. Но проблема в том, что все, кто вовлечен в эту историю, то есть республиканцы, демократы, представители Украины, все говорят, ну, вот если не будет решен вопрос, значит, тогда все, вот конец света наступит в одной отдельно взятой стране. Ну, это понятно. Ну, значит, нужно воздействовать, психологически воздействовать на противника, на партнера, если хотите. Ну, и так далее. Так что, ну, я бы, в общем, более спокойно отнесся, пока, по крайней мере, вот к этой проблеме. О партнерах Владимира Путина тоже многие спрашивают. Путин посетил сразу две страны Ближнего Востока и Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. То есть так вот путешествовать поехал. И теперь президент Ирана, как мы понимаем, тоже прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским руководством. Путин пытается как-то продемонстрировать сейчас отсутствие вот этой вот международной изоляции. И насколько он зависим и от Объединенных Арабских Эмиратов сейчас, и от Ирана в том числе. Об этом, кстати, говорит политолог Владимир Пастухов. Он, в частности, считает, что Путин напрямую от них очень зависим сейчас. И вот они его такие основные сейчас доноры, скажем так. Ну, насчет доноров я не знаю. Может быть, да, может быть, нет. Нужно смотреть реальные конкретные цифры. И потом, что такое донор. Путин, да, получает некоторые виды вооружения. Те же самые беспилотники из Ирана или с помощью иранских технологий их делают в России. Это факт. Очень хочется получить баллистические ракеты из Ирана. В Иране их есть, да, как говорят. Хочется, да. В финансовом отношении, ну, трудно сказать. Я думаю, что это не совсем так. Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, ну, это одна из тех, так сказать, площадок, если можно так сказать, где, которая очень важна с точки зрения финансового обеспечения России. Я объясню в час одну из проблем, которая там решается. Значит, Россия поставляет нефть в Индию, получая за это рубрии. Не доллар. И все очень рады. И индусы, естественно, рады. И в Москве по дурости невероятной совершенно сказали, что вот как хорошо мы теперь будем торговать с нашими партнерами в национальных валютах. В национальных валютах. Будет такая вот замечательная дедолларизация. В итоге, что получилось? Рассказываю. Поставляя нефть Индии, русские получают кучу рубий, которые лежат в индийских банках, и которые, в общем, никому не нужны, потому что на рубии вы можете купить что-то, что вам нужно только в Индии. А в Индии вы можете купить очень мало. Ну, что-то можно, конечно, купить, но мало. Теперь эти рубии нужно превратить в доллары. Или в евро. Или в йены японские. Тоже хорошая валюта. А как это сделать? Во-первых, нужно получить разрешение индийского центрального банка. Главного банка, я не знаю, как он называется. Банк Индии, может быть. Что вот мы теперь... Потому что рубия – это несвободно конвертируемая валюта, замечу. Для того, чтобы конвертировать все рубии, нужно иметь разрешение. Ну, допустим, получили. А дальше? А дальше кому вы эти рубии продадите? Но никому эти рубии не нужны. Индусы говорят, очень хорошо, у вас есть много рубий, прекрасно. Вы вкладываете их в наши акции. То есть вы на рубии получаете акции индийских предприятий. Индусы очень довольны. Но эти акции Москве не нужны. Значит, тут появляются люди из Объединенных Арабских Эмиратов и говорят, ну, мы вам можем помочь избавиться от этих рубий. Но, вы знаете, это вам будет стоить немало. Значит, за конвертацию в доллары, которые проходят через финансовые институции Объединенных Арабских Эмиратов, да, русские получают доллары, обменяют доллары, меняют рубии на доллары, но теряют на этом, я не знаю, сколько, ну, прилично, очень. Вот значение у Объединенных Арабских Эмиратов и некоторых других площадок такого же типа. Для России, конечно, это в этом смысле пастухов прав, конечно. Путин очень зависит от ОАЕ. Плюс нефть, цены на нефть и так далее. Если говорить о предстоящих выборах, сегодня вот Сергей Миронов, на это обратили внимание наши зрители, в том числе и задают вам вопрос, насколько с военной точки зрения это имеет значение, конечно, я хочу вас спросить, потому что Сергей Миронов, лидер, как мы понимаем, фракции «Справедливая Россия», сказал, что их кандидатом будет Владимир Путин. Но сам Владимир Путин еще не заявлял о том, что он планирует выдвигаться на этих выборах, о выдвижении. Почему, на ваш взгляд, Путин не объявляет о выдвижении? Есть ли в этом какой-то смысл, который может отразиться на военных действиях? Или же нет? Нет, я думаю, что Путин, собственно, Путин, как я понимаю, должен, собирается, ну так все говорят, выдвинуть свою кандидатуру, ну, по сути дела, объявить, что он будет президентом еще в 6 лет, 14 декабря. Ну, а Сергей Миронов, он известен тем, что любит бежать впереди паровоза и демонстрировать свою лояльность. Ну, что тут можно сказать? Да у кого, может быть, могут быть сомнения в том, что Путин будет выдвигаться и победит, кстати говоря, с ледного инфиницией? У меня нет сомнений. Считать все хорошо умеют в России. О том, что происходит в России, произошло с бывшим депутатом Верховной Рады Украины Ильей Кивы. Что, на ваш взгляд, могло с ним случиться? Какие у вас версии? Наши зрители тоже задают такие вопросы. С ним случилась большая неприятность, его убили. Вот кто убил и зачем, это вопрос. Есть две версии. Одна версия заключается в том, точнее, три. Одна версия заключается в том, что его убили криминальные какие-то группировки, московские или российские, черт их знает, потому что он был должен деньги, большие крупные суммы денег кому-то. Ну, правда, у меня большие сомнения, зачем убивать должника, если, ну, убьете, значит, деньги пропали. Ну, лучше как-то договариваться. В конце концов, не 90-е годы. Вторая версия заключается в том, что его ликвидировали оперативники Главного управления разведки вооруженных сил Украины, на чем, собственно, что подтверждают и источники в Украине. Да, говорят, вот нам рассказали. Ну, правда, я не знаю, еще два часа тому назад вроде бы официальных заявлений ГУР не было, но, в общем, намеки были достаточно прозрачные. Да, это мы. Ну, и третья версия заключается в том, что его могли ликвидировать российские спецслужбы, поскольку тут очень темная какая-то история. Киева собирался вроде вернуться в Украину, с кем-то созванивался в Украине, пытался дозвониться. Какие-то темные-темные какие-то слухи ходят. У него вроде была охрана, которую за три дня до этого почему-то сняли. В общем, мало понятно, ну, в какой мере все это так, а не фантазии людей, которые пишут об этом. Ну, мне трудно судить. Что касается Украины, мне кажется, наиболее вероятной все-таки это версия о том, что это сделали из Украины. И если это так, то это очень серьезная на самом деле вещь. Это значит, что никто, ну, почти никто, может быть, за исключением Ненуковича, Ненуковича, там, какой-то вот верхушки эмиграции, вот этой эмиграционной публики, которая находится в Москве, никто не застрахован от того, чтобы его, ну, с ним не случилось то же самое. Потому что ведь убили этого, жизнь, этот человек жил, ну, в каком-то, я не знаю, что это такой, в общем, какой-то рекреационный комплекс называется, не помню уж, как он называется, под Звенигородом. Это район контролируемый, хорошо контролируемый службами безопасности. Там очень, ну, это продолжение как бы вот Рублевского направления, немножко к западу, да, вот Николиной горы, к западу, вот, к Звенигороду. Там примерно 10 километров. Но все равно, это крайне престижный район, там очень много живет высокопоставленной публики или очень состоятельной публики. Ну, и, естественно, и МВД, и ФСБ, и службы безопасности президента, все они хотят знать, чем живут и дышат люди там находящиеся, люди там живущие. Поэтому, если это дело рук Украины, я имею в виду убийство, ликвидацию убийства Киева, значит, возможности есть очень хорошие. Это значит, что дело украинские оперативники действуют очень свободно в очень тщательно контролируемом районе Подмосковья. Кто следующий, может быть, спрашивают наши зрители. Конечно, вам трудно предугадать, я так полагаю. Но пишут, да, действительно, Киева – это самая большая загадка. Зачем СБУ или ФСБ? Кто это сделал? Об этом такие вопросы приходят. Ну, вы на эту тему уже ответили. Действительно, Михаил Подоляк, кстати, тоже высказался. И вот его цитата, тоже цитирую с Русской службы Би-Би-Би-Си. Те, кто сотрудничает с оккупационными администрациями, должны понимать, что их риски чрезвычайны. При этом Подоляк не подтвердил, что это сделала Украина. Но, тем не менее, вот такая цитата прозвучала. Кстати, Михаил Подоляк у нас будет завтра. Тоже поговорим с ним в том числе и об этом. Ну, как не подтвердил, он фактически подтвердил. Если бы он сказал, знаете, нет, это не мы, тогда можно было бы рассуждать, а так, ну, фактически подтвердил. Если говорить об информационной составляющей сейчас, насколько вы следите за информационными войнами между Украиной и Россией? И как вообще оцениваете их потенциал сейчас, спустя довольно долгий период войны? Информационный потенциал? Ну, видите, я бы сказал, что и те, и другие, и та, и другая сторона имеют определенные успехи. Не надо представлять себе, что русские и русские пропагандисты – это круглые идиоты. Есть таких немало, но, тем не менее, в общем, традиции советские там еще сохраняются. Ну, прежде всего, вот эта самая идея, которую очень тщательно, которой очень заинтересована Москва, и которая достаточно серьезно обсуждается в западной прессе, идея столкновения и конфликта Зеленского с заложным. Ну, в общем, независимо от того, что там есть на самом деле, ну, такое публичное обсуждение, оно, конечно, отвечает интересам России, бесспорно. Есть и другие, та же самая идея, вот неизбежности. Идея того, что Украина проиграла, Россия выиграла войну, такие идеи тоже бродят в информационном пространстве. Это тоже идея, которая выгодна России. Хотя, на самом деле, Украина войну не проиграла, отнюдь нет. Теперь, что касается Украины, есть определенный выигрыш том, но это не только последние дни, но, в общем, достаточно уже давно. Это понимание Западом, не без помощи Украины, что если Украина проиграет, ну, тогда следующим будут, будут балтийские страны Балтии, потом Польша, потом Финляндия и тогда. Ну, в общем, президент Байден, да еще сказал, это то же самое. Если Россия, если Украина проиграет, значит, тогда американским солдатам придется проливать кровь где-нибудь в районе, ну, он, правда, не сказал где, но в Европе. Владимир Путин как раз страны Балтии упомянул, и, в частности, Латвию сказал не так давно, что если власти якобы продолжат, наши страны продолжат так относиться к своему народу, то получат ответку, я сейчас недословно цитирую, но, тем не менее, это было воспринято хоть не всеми, в том числе у нас здесь в Латвии некоторые эксперты высказались об этом и сказали, что не стоит воспринимать это как угрозу, хотя есть и те, кто считает, что это как раз такой месседж в очередной раз от Владимира Путина, угрожающий в том числе и Латвии. Ну, бесспорно, угрожающий. Если человек типа Путина говорит, что, значит, там, если это, как он сказал, свинское, да, обращение с русскоязычными, я, правда, вот смотрю на вас, понимаю, что свинского обращения нет. И потом, что значит русскоязычные, это ведь тоже термин, не понятно, люди, владеющие русским языком, так ведь? Ну, тут масса есть всего, но на самом деле, конечно, это прямая угроза. Другое дело, что эту угрозу реализовать довольно трудно, пока российские войска заняты в массе своей на Украине. Ну, а чем, собственно, что, собственно, может сделать Россия? Ну, нет, конечно, есть какие-то там спецоперации, направления каких-то диверсионных групп, там, стимулирование протестов. Есть, конечно, какая-то часть населения в Латвии. Вот, видимо, неграждане, да, есть пока еще такой фирмы? Есть такой статус, да, негражданина, но это такая уже давняя проблема и болезненная. А сейчас в контексте войны очень многие из России переехали в Латвию. Мы знаем представителей российской эмиграции, в том числе у нас они в эфирах выступают и приходят к нам на канал и ведут даже авторские программы. Некоторые из них, там, Орешкин-Шаблинский, например. Вот Илья Азар был у нас в эфире буквально недавно, точнее, был на интервью и появится в этом эфире. Поэтому здесь, конечно, высказывание Владимира Путина, оно крайне спорно, но тем не менее. Ну, тем не менее, это угроза, да, угроза, которую пока реализовать, я думаю, у Путина просто нет сил. А вот если эти силы появятся, ну тогда, чё ж. Увы, Путин, в общем, когда он говорит такие вещи, он относится к ним всерьез. Вы спрашивают, к кому вы относитесь всерьез? Воспринимаете ли вы всерьез информацию, например, от бывших разведчиков? Об этом спрашивают наши зрители, тут упоминают Жирнова и Юрия Швеца. Не знаю, насколько вам известны эти люди, но как вы воспринимаете ту информацию, которую как раз сейчас преподносят бывшие разведчики советские? Знаете, я воспринимаю скептически, скажем так. Почему? Хотя есть, ну, есть информация, информация, что-то может быть правильно, что-то неправильно. Но, видите, в отличие от других категорий эмиграции, люди, работавшие на советские спецслужбы, у меня вызывают некоторые сомнения. Либо, понимаете, просто к ним другое отношение со стороны и властей, и общества тех стран, куда они эмигрировали. Одно дело, приходит, там приезжает журналист или там кто-то другой, там я не знаю кто, неважно, деятель искусства, допустим. Ну, да, это понятно, это нормальный человек. Вроде бы так воспринимается. Когда приезжает бывший разведчик, всегда возникает вопрос, а бывший ли он? А в чем он замазан? Были ли у него какие-то грехи перед нами? Или он хочет что-то такое сказать, чтобы утвердить себя и показать, вот я такой очень хороший, я теперь полностью ваш. Но это стандартное отношение к любому. Да, пропал у нас сейчас наш гость Юрий Федоров. Надеемся, что в ближайшую сию на эту тему. Пока не думали, к нам возвращается Юрий Федоров. Да, Юрий Евгеньевич, ну вот завершите свою мысль, поскольку на этом вопросе про бывших разведчиков вы уже ответили о доверии к ним, что доверие, оно спорно. Но если завершить вашу мысль? А, ну да, меня прервали как раз, когда взгляд зашла о разведке бывших разведчиков. Не случайно. История, да, почему, да, я прошу прощения, значит, если речь идет о Швейце, то он больше пересказывает интересные статьи западной прессы. Это вполне разумный подход. Но, повторяю, вот я все-таки пытаюсь, ну точнее не пытаюсь, а так вот уже сложилось, я скептически, несколько скептически отношусь к их информации, к их выводам. Вопрос от Варвары уже в завершении вам задам. Анна, попросите, пожалуйста, господина Федорова развить тему победы-проигрыша в войне. Мы с вами уже говорили об этом в самом начале, но вот наша зрительница настаивает, чтобы вы ответили, что, на ваш взгляд, будет победой для каждой из сторон. Спасибо. Пишет Варвара. Для России победой будет, даже не оккупация всей Украины, победой будет, ну, два момента. Первое – это признание со стороны Украины, что оккупированные территории четырех областей плюс Крым является территорией России, ну, так сказать, формальное юридическое согласие с этим фактом – это первое. Второе, что более важно, с моей точки зрения, это признание Украиной и союзниками Украины нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса с ограничением на вооруженные силы Украины. Вот то, о чем Путин говорил в самом начале войны. То, что было, в общем, в той или иной мере фиксировалось, как я понимаю, в так называемых стамбурских договоренностях, ну, проектах стамбурских договоренностей – это победа России. Победа Украины будет, имеет, с моей точки зрения, заключается в двух моментах, ну, полная победа – это вытеснение российских войск с оккупированных территорий. Но поскольку эта цель, ну, скажем так, долгосрочная, то в качестве победы я бы рассматривал прекращение огня, вступление Украины в НАТО или в какая-то другая форма очень надежных гарантий Запада безопасности Украины, вплоть до развертывания определенных контингентов войск Соединенных Штатов или тех или иных европейских государств на территории Украины в качестве гарантии. Ну, так как определенные контингенты развернуты на территории стран Балтии, иностранные контингенты, да, это первое. Да, значит, вот это и, ну, собственно, вот это плюс, естественно, экономическая помощь, в том числе, из тех активов российских, которые заморожены на Западе. Вот это победа Украины. Но это, естественно, промежуточная победа, не полная, но тем не менее. Ну что ж, мы будем следить за тем, как развиваются события. Благодарим вас, что вы сегодня в очередной раз нашли время поговорить с нами и ответить на вопросы наших зрителей. Всего вам доброго и до следующего раза. До свидания. До свидания. Вам также всего доброго и спасибо за приглашение. Военный эксперт Юрий Федоров был на прямой связи с Грэмом.